Любопытно, что такое поведение Трампа плохо воспринимают и сами американцы. На фоне его эпатажности растет ностальгия по президентству Барака Обамы. 44% американцев назвали Обаму лучшим президентом. Сравните с показателем Трампа. Всего 19%. Даже Джона Кеннеди, хотя он возглавлял США еще в 60-е годы, назвали лучшим президентом аж 12% граждан. На фоне таких лестных оценок для очень либеральных президентов можно понять, почему в современной Америке приживаются вещи, которые у нас пока даже трудно представить. Например, легализация марихуаны. Уже в десятках американских штатов каннабис легален как минимум для применения в медицине. Звучит вроде бы сомнительно, но по факту это индустрия, которая ежегодно зарабатывает для США миллиарды долларов. Как это работает и кто на этом зарабатывает, выяснял Дмитрий Анопченко. Не так давно за это можно было и в тюрьму загреметь, а теперь раскурить косячок в порядке вещей. 20 штатов разрешили марихуану в медицинских целях, 10 полностью легализировали. В этой десятке смелых и столичный округ Колумбия, в котором всем, кто старше 21, официально разрешено и употреблять, и выращивать коноплю. Ограничения есть, конечно, но откровенно смешное. К примеру, посадить можно не больше трех сортов. Всего в пяти километрах от Белого дома появилась плантация, которую ее владельцы в шутку называют «зеленым домом». Самая крупная в Вашингтоне. На территории заброшенного склада теперь заросли каннабиса. Вовремя поймав волну, травяные бизнесмены вмиг стали миллионерами, ведь продают свой урожай по 7 тысяч долларов за килограмм. Тут уверены, лучше работать, как они, легально. А своими запретами власти, мол, только наркодилеров поддерживают. Если бы не программа по легализации травы с возможностью честно платить налоги, то черный рынок только развивался бы и процветал. А сейчас и мы выращиваем, и люди потихоньку выращивают. Но понемногу это еще мягко сказано. После того, как каннабис перестал быть запрещенным, а штат за штатом отменяют ограничения, этот бизнес набирает обороты. Ведь соседи теперь не позвонят в полицию, учуя в запах, все теперь легально. В Калифорнии, прославившейся в свое время золотой лихорадкой, теперь лихорадка конопляная. И даже визитную карточку Лос-Анджелеса шутники как-то изменили, переделав Холливуд в Холливит, божественная травка. Тут действительно самые лояльные правила. И магазины, где торгуют марихуаной теперь на каждом шагу. Да, пусть неуютные и обшарпанные, но покупатели к дизайну равнодушны, больше эффектом интересуются. Вставит не по-детски. И запах какой великолепный, бриз с островов. Среди завсегдата и в таких лавочах хватает и пожилых людей. Поколение 60-х хочет вспомнить молодость, но среднему покупателю от 30 до 40. Это же так восхитительно, люблю травку. Мы позвонили сюда, спросили, что у них есть в продаже, легально ли это. И вот, смотрим, такой выбор большой, так прикольно. Если в этой стране продают алкоголь, то почему бы не продавать и марихуану? Не обязательно легализировать все подряд наркотики. Но траву люди ведь все равно давно уже курят. С тяжелыми наркотиками и был связан основной аргумент противников легализации. Мол, после марихуаны потом пересаживаются на кокаин и крэк, и все это ведет к зависимости. Но глава департамента здравоохранения штату Нью-Йорк недавно публично заявил, дескать, это миф, мол, новые исследования этого не подтвердили. Еще одним аргументом были опасения роста преступности, но в тех штатах, где марихуану уже разрешили, показатели не очень-то и изменились. Зато появилась другая проблема. ДТП со смертельным исходом такие, как это, когда водители всех четырех машин хорошенько покурили перед тем, как сесть за руль. Полицейским пришлось перепрофилироваться. Джон Хернандес работал в розыске, но теперь он конопляный коп. Ежедневно выезжает в рейд, какая-то из магистрали перекрывается на 15-20 минут, и каждого водителя просят притормозить возле офицера. Задаю простые вопросы, и мне что-то отвечают. А я в этот момент смотрю, ощущается ли что-то в дыхании, и что там с глазами. Если почувствую неладное, будем проводить дальнейшую проверку. Нет? Ну так через минуту едут себе дальше. При всем разнообразии алкотестов, средства, чтобы проверить, курил ли водитель, для американской полиции еще только разрабатывают. Вот и приходится действовать так, как в Америке в принципе не принято. Определять на глаз. К примеру, просить водителей ровно пройтись по разделительной полосе. У многих не получается. Говорите, покурили, чтобы нервы успокоить? А что же вы с такими нервами за руль-то сели? С теми, кто попался, поступают жестко. Ведь несмотря на легализацию марихуаны, садиться за руль обкуренным – серьезное преступление. Сейчас, когда это все уже легально, люди постоянно в непонятках. Уверены, что могут везти машину, раз марихуана теперь разрешена. И это не отговорки. Люди действительно не понимают последствий, покурив на радостях. Но тенденцию даже полицейскими рейдами не переломить. Бизнес на марихуане – огромные деньги и для тех, кто им занимается, и для бюджета. Налоги с травки огромные. И власти с радостью подсчитывают барыши, сколько средств соберут с продаж. Есть даже штаты, где только за счет налогов с марихуаны полностью школы финансируют. А значит, готовы на многое закрыть глаза. А в Америке уже и вино из конопли выпустили, и ресторанчики открываются, такие как этот, где марихуану почти в каждое блюдо добавляют. От пирожков до супа и десерта. Люди же не обязательно любят курить. А тут уже все готово, да еще и вкусно. Очень простой способ получить тот же эффект. Администрацию Трампа происходящее откровенно пугает. Его команда, в том числе и генпрокурор, люди консервативные, но и местные власти, и Конгресс за легализацию. И в условиях постоянных скандалов по поводу и без повода ссориться с сенаторами еще из-за конопли в Белом доме явно не станут. Непонятно, зайдут ли на Капитолийском холме так далеко, но сторонники легализации теперь вынашивают идею принять в Сенате резолюцию, а разрешение марихуаны в масштабах всей страны. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.